и снова здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала вы у меня в гостях и сегодня я буду готовить блинчики но это будут не простые блинчики а блинчики на лестнике значит они готовятся поскольку у меня в рецепте написано на крахмале я долго-долго так не решалась их приготовить потому что я сомневалась в этом но это мой дебют наверное сейчас попробуем потому смотрите я сбила вот уже сбила 5 яиц 5 яиц и щепоточка соли и присуда я добавлю сахар ванильный один пакетик вот здесь у меня три ложечки три ложки сахара обыкновенного а вы делайте на свой вкус вот они мы любим что было сладенькое все потому а вы и внук любит сладкое вы там смотрите сами можете меньше опять хорошенько взбиваем до растворения сахара по возможности как сбили чтоб сахар как можно больше растворился и после этого всего мы добавим крахмал значит смотрите у меня пол литра молока 5 яиц это даже легко запомнить и 100 грамм крахмала 100 грамм ну ложках я даже не знаю ложки тоже мерные у каждого свои потому я не могу так сказать вот с горкой сейчас 1 3 будет а получается по моему 5 ложек 4 вот здесь 5 ложек это крахмала лучше 100 грамм я взяла отмерила если вас есть мерный стаканчик и теперь мы должны хорошенько хорошенько вот это все перемешать так чтоб крахмал соединился чтобы не было комочков потому венчиком хорошо поработаем венчиком смотрите вот так я взяла крахмал с яйцом видите такой густой не очень густой но такое как сказать нету комочков отличное тесто и мы сюда выливаем хочу заметить те что холодное молоко с холодильника но комнатной температуры пусть постоял ни в коем случае не теплая как мы делаем в обновленной блинчики и вот так сразу хорошенько все перемешиваем вот такое у нас тесто получилось комочков совсем нет сейчас значит я поставила сковородочку уже разогреваться хочу предупредить потому что вдруг я вам забуду сказать значит смотрите когда будем жарить блинчики обязательно каждый черпачок который будете брать обязательно венчиком хорошенько взбили потому что крахмал может осесть на дно поэтому сбили сбили венчик никуда далеко не делайте значит сейчас я сковородочку поставила уже на огонь смотрите у меня здесь растительное масло и кисточка я смажу сковородочку растительным маслом хорошей один раз смажем а потом будем смотреть вот хорошенько так смазали это у меня сковородка специально для блинчиков я ничего больше на ней не делаю по крайней мере стараюсь не делать чтобы это было для блинчиков вот сейчас пусть она хорошенько разогреться а мы подождем так сковородочка хорошенько накалилась вот набираю такой ну вот такой вот аполлоник как говорится и аккуратненько вот стараемся вот так посмотрите видите вы мы получается сразу как страшненько будто бы как как водичка да ну быстро сейчас я уберу ложечку вот 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 распределили вот получается блинчики обжариваем обжаривается блинчик очень быстро потому далеко никуда не отходите я как всегда работаю ножом у меня лопатка мне неудобно сейчас посмотрим как это подрумянится он быстро видите сразу просыхает все видно что жидкость уже испарилась когда жидкость сегодня видно надо посматривать сразу посматривайте чтоб не подгорел вот сколько я думаю что меньше минутки будет аккуратненько берем и переворачиваем смотрите отлично перевернулся без проблем хотя тоненький красивый и так вот сейчас обжарим сильно обжаривать не будем по крайней мере я не буду потому что я буду еще потом уже начинять творожком и запекать в духовке чтобы они не погорели вот практически он готов и вот так я его сейчас возьму тарелочку и сниму сколько за минуты времени это не занимает смотрите аккуратно снимается очень аккуратненько все расправили вот пожалуйста вот такой блинчик готов и так я сделаю все блинчики а потом вам покажу что дальше будем делать все ждем это блинчики я пошарила смотрите вот взяла уже разделочную доску хочу заметить и смотрите вот сколько блинчика получилось а потом посчитаем все и здесь я значит вот отложила друг на дружку там не знаю сколько 6 8 штучек и теперь разрежу постараюсь разрезать пополам что мы будем делать маленькие такие пальчики потом разрезала пополам есть теперь вот это вы видите у меня творог значит у меня здесь творог пока жарила блинчики я сразу на лице взбивала чтобы вас не беспокоить и и уши ваши пожалеть какие свои творог взбила потому что он был такой тверденький взбила сахар добавила добавила один желток и добавила две столовые ложки о нет сахаре вам сказал две столовые ложки сахара добавила творог и желток это все взбила значит ну хочу вам сказать чтобы если кто не любит возню это да это возиться это взбивать тарахтить можно взять просто сладкие сырки детские их соединить смешать желточек добавили это будет тоже вкусно еще ванилька не станет изюмчик но у меня под рукой был такой творог значит смотрите что мы будем делать формочка это у меня последний блинчик который был я уже попробовала его положила на дно застелила как всегда пергаментом берем линию кусочек вот этого блинчика дали половиночку кусочек чайной ложечкой вот так вот вдоль с краюшку будем выкладывать творожок вот почему я его сбивала чтобы он был такой знаете нежный вот они сильно много и будем заворачивать такую вот трубочку вот это такие вот пальчики трубочки получится и выкладываем вот формочку у меня вот такая может у вас противень больше-меньше будете смотреть сам и так вот вы я все сделаю первый слой тогда скажу что будем делать дальше я буду делать вы подождите хорошо вот так я вот так выложила эти трубочки теперь я растопила сливочное масло здесь где-то 100 грамм наверное и хорошенько смажу и будем хорошенько смажу и будем продолжать делать следующий слой опять потому что блинчиков много вот так хорошенько смотрю и продолжаем дальше опять я возьму блинчиков здесь где-то подровняю чтобы все были одинаковые и тоже так разделю пополам и так смотрите тарелка с блинчиков пустая творожок тоже весь использовала сейчас вот последние это у меня два ряда еще сверху вот видите я два ряда получается положила и чуть-чуть еще сверху хорошенько смажем сливочным маслом духовочка 200 градусов до румяненького цвета такого как вам нравится я думаю сколько там будет 10-15 минут все зависит от вашей духовки вот такие красивенькие масло чуть-чуть осталось но не беда отправляем в духовочку и будем ждать конечный результат ждем ждем и так пришел даже долгожданный момент смотрите вот я только-только достала вот такие вот блинчики на листнике у нас получились они очень горячие конечно смотрите если вы желаете чтобы они было больше такого румяного цвета вы можете снять первые опять духовочку и они еще постоят в духовке они у меня были 15 минут я сильно их не зажаривала можно там более подрумянить это уже на ваш на ваш вкус на ваш выбор ну а сейчас я что можно сказать блинчики вообще вкусные блинчики как блинчики всегда вкусные тесто тоненькая начиночка видите вот мягенькая вся не свернулась нигде ничего отлично очень вкусно можете добавить сюда еще можно добавить кто любит боже кто любит изюмчик можете добавить сухофрукты какие-то это уже пожелание и вам просто сказала девочки горячо но это очень-очень вкусно дебют удался так сказать потому пожалуйста не бойтесь готовьте потому что честно признаюсь крахмал и молоко яйца но для меня это как-то ну поймите я не никогда не думала что это может быть вот получится такая кузнятина значит это будет у меня и рецепт удался и молодец мой рецепт будет лежать поближе чтобы я могла готовить и помнить о нем заходите на мой канал подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки кстати за лайки отдельное всем спасибо всем помню всех видела кто ставил лайки девочки за комментарии спасибо всем вам здоровья счастья всего самого наилучшего ну а пока побегу угощать семью блинчиками а вам до свидания